И снова здравствуйте, уважаемые друзья и любители спорта! Это самый главный бой с зимы 2020 года, 19 января. Бывший чемпион Конор МакГрегор сразится с Дональдом Сирона на UFC 246 в Лас-Вегасе. Телеканал Каспорт не останется в стороне этого события и покажет поединок в прямом эфире. Для того, чтобы узнать и проанализировать этот поединок, мы пригласили в нашу студию Каспорта сразу трех бойцов разных лет и разных стилей. И в первую очередь, конечно же, Дамир Исмоголов. Первый казахский боец смешанного стиля, который выступает в UFC. Представитель легкой весовой категории. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, М1 Global. Василий Тахтай, двукратный чемпион мира по профессиональному панкратиону, чемпион мира по джиу-джитсу, комбат. Ну и, конечно же, Айдар Махметов. Четырехкратный чемпион мира по ММА, карате и джиу-джитсу. А также неоднократный комментатор телеканала Каспорт. Конор и Сирона недалеко, поэтому, так как Дамир Исмоголов не так часто в силу своей занятости в соревнованиях приезжает Казахстан, поэтому несколько вопросов к Дамиру. Как в Казахстане, как здоровье, как, в принципе, проходит сейчас данный этап карьеры? Сейчас у меня реабилитация, уже так подходит к завершению, то я также ее прохожу здесь. Ну, в принципе, все сейчас хорошо. Я думаю, что в ближайшее время мы уже будем определяться с датой следующего поединка. И приступим, в ближайшее время приступим к тренировочному процессу, уже к полноценному тренировочному процессу. Ну, вот такой вот простой произошел. Был бой в августе прошлого года. Ну, с февраля, да, идет реабилитация такая, между этим провели бой. Сейчас уже чувствуете, да, в себе силу и желание? Вообще, в сентябре прооперировали. Травма такая, не сказать, чтобы сложная, но достаточно неприятная. И поэтому здесь не нужно спешить. Конечно, я, как всегда, тороплюсь, я прошу уже поединка, думал все это ускорить. Но есть люди, которые лучше в этом разбираются, которые профессионалы своего дела. Они говорят, что в этом лучше не спешить, лучше подождать, спокойно подготовиться, чтобы нога полностью восстановилась. Потому что в любом поединке может травма повториться, и тогда будет еще сложнее. В общем, не нужно усугублять это все. Нужно полноценно пройти лечение и затем уже вернуться, так сказать, с новыми силами в бой. Ну, удачи в 2020 году, потому что мы все болеем за нашего казахского чемпиона. Уважаемые друзья, Конор Макгрегор – экс-чемпион в двух весовых категориях – легком и полулегком весе. Он провел 25 поединков, в 21-м одержал победу и в 4-х проиграл. Макгрегор завершил карьеру, как вы знаете, в 2018 году, после проигрыша Хабибу Нурмагомедову. Но Конор несколько раз завершал карьеру, об этом мы, конечно, тоже будем говорить, потому что где-то там смешиваются и спорт, и бизнес. Что касается Дональда Сейронет, он заработал статус живой легенды и UFC, при этом, несмотря на то, что он ни разу не был чемпионом. Но, тем не менее, он постоянно в топе, в топе, в пятерке лучших бойцов в его активе 50 боев, 34 победы и 13 поражений. Айдар, ну, вы, как никто другой, у нас здесь, в Казахстане, знаете, как проводятся соревнования. И, конечно же, то, что такой большой бой увидят в прямом эфире зрители нашего телеканала. И, конечно же, большой праздник для нас для всех. Я думаю, да, это очень крутой по-настоящему бой, потому что Конор Макгрегор является на сегодняшний день живой легендой не только ММА, но и всего мирового спорта. Человек, который вышел далеко за рамки самого вида спорта ММА и поднял этот вид спорта на небывалую высоту, благодаря своей харизме, своему мастерству, ну и, в последнюю очередь, конечно, треш-току. На сегодняшний день, я думаю, Конор Макгрегор является одним из самых узнаваемых не только спортсменов, но и людей мира. И нужно ему отдать должное, то, что, несмотря на то, что на сегодняшний день он является очень обеспеченным, богатым человеком, он находит в себе силы выходить, тренироваться, потому что еще и в 80-е годы известный многократный чемпион мира по профессиональному боксу Марвин Хаглер сказал, что тяжело вставать в 5 утра на пробежку, когда ты спишь на шелковых пижамах. Я думаю, что Конору действительно нужно иной раз находить мотивацию. Ну, по его словам, сегодня вот была пресс-конференция, он говорит, что это был лучший спортивный тренировочный лагерь в его жизни, что он готов как никогда. Конечно, у многих экспертов вызывает сомнение. Долгий простой. Все-таки последний бой он провел в октябре 2016 года, когда уступил досрочно Хабибову Нурмагомедову. И вообще за последние 3 года, чуть больше 3 лет, он провел всего лишь 2 боя. Последняя победа у него датируется 12 ноября 2016 года, когда он стал чемпионом мира в легком весе, победив досрочно Эдди Альвареса. И за это же время Дональд Сирони провел один из поединков. В пяти одержал победу, в шести проиграл, но оппозиция у него была очень серьезная. И вот для многих вот есть вопрос, Дану Ай тоже задавался этим вопросом, насколько после такого простоя Конор будет готов. Мне кажется, что для Конора сейчас мотивация играет очень высокую роль. Мотивация именно вернуться на победную стезю. Я еще не упомянул о боях, которые он провел в 2017 году с Флойдом Майуэзером, но это все-таки был другой вид спорта и немножко другая подготовка там была. Но мне кажется, что Конор очень мотивирован, заряжен на победу. Дональд Сирони, в свою очередь, является обладателем чуть ли не всех основных рекордов по количеству проведенных боев, по количеству побед в UFC, по количеству нокдаунов, по количеству заработанных бонусов. Он только на бонусах выиграл более 1 миллиона долларов. И сам по себе очень мастеровитый боец с очень сильной кейкбоксерской техникой, бывший кейкбоксер профессиональный, который летал по всему миру и в кейкбоксинге еще, потом перешел в Уман, является черным поясом по бразильскому джиу-джитсу, очень силен на земле. У него есть примечательная вещь. Он, начиная с 2013 года по 2015, за год и 7 месяцев, он провел около 8 или 9 поединков. 8 поединков он провел подряд. Это является беспрецедентной серией. И при этом он бился против очень серьезных бойцов. Побежал таких чемпионов UFC бывших, как Бенсон Хендерсон. С Этсеном Барбосой он бился так же. И сам по себе боец очень крутой. Никогда с ним нельзя расслабляться. Он может выиграть и на земле, и в стойке. И мне кажется, нас ждет очень серьезный бойцов. Как раз-таки очень интересную мысль высказал тренер Дональда Джафари Ванье. И я бы хотел к Василию обратиться, потому что Василий Тахтай сейчас ныне тренер спортивного клуба Тахтай Тим. Ванье сказал, что Макгрегору стоит волноваться намного сильнее, чем нам. Потому что у нас более разносторонние приемы. Захваты есть, портеры есть. А у ирландца только левая рука. То есть если уйти от левого кросса в начальных раундах, то мы можем выиграть этот поединок. На самом деле так это будет, как думаете? Ну, на самом деле я сам очень сильно жду этот бой. Мне очень интересно. Так как антропометрия разная у бойцов. Там практически 10 сантиметров, да? 10 сантиметров выше ковбой, чем Макгрегор. Но у Макгрегора размах рук на 3 сантиметра больше. То есть это тоже о себе дает знать. Мы все видели бой Хабиб Конор. Да, все видели, как Хабиб было тяжело переводить Конора. Да, он переводил, но это было тяжело. Поэтому мне кажется, что так просто ковбой не сможет его перевести. И засадмитить. Потому что, насколько мы знаем, Конор Макгрегор является коричневым поясом по бразильскому джиу-джитсу. Нельзя недооценивать его, да? Только все опасаются его на левую руку. Но никто не делает акцент на том, что он и хорошо борется. Конор умеет бороться. Мой прогноз на бой, что бой закончится либо в конце второго раунда, либо в середине третьего раунда в пользу Конора Макгрегора. Ну, о прогнозах мы еще поговорим по ходу нашей программы. Дамир, ваша точка зрения именно в плане ожидания боя этих бойцов. Какие стили, может быть, больше вам подходят? Какие больше нравятся именно от ирландца, либо американца? Вообще, я считаю, что на данный момент это не самые сильные бойцы именно в UFC. Уже не самые сильные. Уже не самые сильные, да. Но мы знаем, каким может быть Макгрегор. Он может быть агрессивным, может быть злым, голодным. И вернется ли он таким, это большой вопрос. Никто этого не знает. Но я думаю, что... Что касается именно Сирони... Сирони, да, он такой. Он интересный боец. У него есть там свои фишки, за счет которых он может выигрывать. Он выиграл, проигрывал. Его карьера была на спаде. Даже где-то он говорил, что, возможно, я хотел уже завершить карьеру. Но потом у него появилась мотивация, да. Родился ребенок, как он говорит. И как бы карьера пошла вверх. Он очень часто дерется. Причем с сильными бойцами. Где-то принимает бои на коротком уведомлении. То есть это такой спортсмен, который стабильно выступает. Выигрывает, проигрывает. А мы знаем Конора, что если он возьмется, то он делает. Он делает вещи, как и вне октагона, так и в клетке. Поэтому если он хорошо подготовился. Плюс раньше у него, как он даже сам говорил, у меня не было денег на диетологов, на тренировок. В общем, на всю эту фармакологию. То есть на все. Сейчас у него есть деньги. Он может позволить себе. И еще один такой момент я взял себе во внимание. То, что, допустим, если брать прошлый поединок Конора и этот, то сейчас он без всяких резких высказываний, во-первых. А во-вторых, он мало показывает, мало делает рештонгин. Я думаю, что это связано, скорее всего, именно с тренировками. Скорее всего, он очень усердно и хорошо готовится. Плюс его тренер сказал, что Конор сейчас находит в своей лучшей форме. Что касается навыков Макгрегора, я считаю, что их предостаточно, чтобы выиграть ковбоем. И если он будет хорошо подготовлен к этому поединку, я думаю, все есть, чтобы выиграть. Поэтому мой прогноз где-то 60 на 40, наверное, в пользу Макгрегора. Я считаю, что он выиграет, потому что у Сироны начинает ломаться, когда у него что-то не получается. Это о многом говорит. Конор, ну, он дерется, да. Он такой бойцовский характер, у него очень сильный. Плюс он может где-то надавить так психологически. У Сироны, к сожалению, с этим проблемой. Он ломается под давлением, ему очень тяжело. Поэтому я считаю, что Макгрегор, возможно, выиграет этот бой. Да, и в самом деле, показалось ли вам, что на первой дуэли взглядов Конор как будто бы успокоился? Многие даже назвали, прозвали его интеллигентным, потому что так все было красиво, так спокойно. Не в стиле Конора Макгрегора, но, тем не менее, его возвращение в большой UFC – это уже, по-своему, такой большой бизнес-проект, который привлек очень много внимания. За 180 секунд раскупили билеты на этот поединок. О чем это говорит, в самом деле? Я сегодня с очень большим интересом в прямом эфире посмотрел пресс-конференцию, на которой Конор выглядел для многих, наверное, непривычным для себя, такой спокойной, расслабленной роли. Тем не менее, он подколол Сироне, сказав, что да, он очень мастеровитый боец, но я его читаю как детскую книгу. Ну, Сироне в присущей ему манере также ответил шутливо. Порадовала атмосфера взаимного уважения. Я думаю, соглашусь с Деймером, что тренировочный процесс хороший, тренировочный лагерь сделал свое дело, но, мне кажется, сама фигура Сироне вызывает у Конора уважение, отклик в его душе. Может, какие-то похожие вещи есть в их карьерах или в их жизненных приоритетах. И, возможно, поэтому вот это взаимное уважение, оно царило. Что касается самого боя, то, как правильно мои коллеги заметили, Сироне часто ломается под жестким давлением, когда его атакуют и прессингуют. То есть мы видели бой, для меня самого лично таким откровением стал бой с Рафаэлем Досанисом, когда я был уверен, что Сироне должен его перерубить, но Рафаэль, в свою очередь, сам перерубил его. Да, потом последний бой с Гэджи, который провел, вернее, предпоследний Сироне, тоже он проиграл именно в первом раунде хищным нокаутом из-за того, что Гэджи создал давление. И мне кажется, что ключ Макгрегора к победе будет лежать именно в этом давлении, который он умеет создавать. Самое главное ему не давать пространство Сироне, когда у Сироне есть пространство, он начинает креативить, начинает очень жестко выстреливать с ноги, переводит с ног на руки связки и, в принципе, бьется очень сильно. Макгрегор же, в свою очередь, отличается очень высоким таймингом и тем, что он постоянно как бы висит на сопернике. Я думаю, вот это будет нервировать через Сироне, и я тоже склоняюсь в большую сторону того, что Макгрегор должен будет забрать победу эту. Для него этот бой значит очень много, а Сироне основе свою задачу выполнил, он выбил самый денежный бой в своей карьере. Я так надеюсь, что... Для него, по сути, это уже чемпионский бой, да, в фланге? Я надеюсь, что он себя обеспечит до конца жизни. Насколько я знаю, он был чемпионом World Extreme Catch Fighting до присоединения к UFC, поэтому пояс, пусть и, может, второсипедно, но, тем не менее, очень сильная организация у него есть. До пояса UFC вряд ли уже Сироне доберется, но остается за него порадоваться, что как боец-трудяга он себя этим боем, я надеюсь, до конца своей жизни обеспечит. Ну и по их стилям, если еще будем продолжать наш разговор, может так произойти, что оба, ну, они оба дерутся в стойке, и у них такая вот, на самом деле, любят они работать в комбинационном стиле. Или либо Сироне все-таки пойдет в портер и там что-то будет, попытается затащить Конора и более поздние раунды, и там уже проявить свою силу. Удастся ли ему это, с какой процентов у него есть на этих шансов? Я думаю, что там как такового партера будет мало, потому что если взять там во внимание бои Сироне, то он тоже любитель, он проводит, любитель проводить бои в стойке, ему это нравится, в принципе, у него это получается. Ну и Конор мы знаем, он тоже не соблюдая, конечно, у них, как и у любого бойца того уровня есть и грэплинг, и джиу-джитс, они все это знают, но склоняются к более зрелищному ведению боя. Поэтому я думаю, что партера здесь будет мало. Еще такой момент, что Конор, если ниже него ростом, его оппонент, то ему намного это удобнее. Ему это удобнее взять, допустим, его бой с Альваресом, где он просто деклассировал, его разбил. Но тут надо понимать, что Сироне выше, выше, и достать его будет, возможно, тоже тяжело, но он намного медленнее, я считаю, что медленнее, и плюс тайминг у Конора. Я думаю, это тоже сыграет определенную роль в этом поединке. Судя по вашим словам, единогласное решение, как говорят в таких случаях, что Макгрегор готовится к большому своему возвращению, но и Сироне, ковбой, так его называют, в мире UFC, можно сказать, они чуть ли не в одной лодке. Для одного простой в полтора года может играть свою роль, ну и плюс антропометрия, а для второго все-таки его более медлительность, ну и если Макгрегор включится на максималках, как говорят, то тяжело будет. Согласитесь с тем, что некоторые люди называют Конора Макгрегора сбитым летчиком, другие его, наоборот, называют сытым летчиком. То есть эти вот фразы, они к нему приклеиваются, либо все-таки Конор Макгрегор – это все тот же сумасшедший ирландец, который готов показать всему миру, на что он способен. У многих людей не хватает профессионализма, чтобы понять вообще самого Конора Макгрегора, кто он, что он. На сегодняшний день он один из многих, один из немногих, точнее, кто поднял им ума на такой уровень, который может быть, да, встать на одном уровне с боксом, в дальнейшем может быть когда-то, когда-нибудь переплюнет бокс. Поэтому многие, молодежь, многое… Для парней Конор Макгрегор – это, по сути, идол, да, то есть это человек, на которого они смотрят и хотят, возможно, быть в будущем, как он. И, ну, и зарабатывают, и в принципе проявляться. Обычно все делятся, да, на два. Ты либо Хабиб, либо Конор Макгрегор. Сейчас, да, либо Хабиб, либо Конор. Сейчас все делятся. Но если грамотно понимать, если парень грамотно идет по своему пути, он должен понимать, что ему нужен и Конор Макгрегор, ему нужен и Хабиб. То есть он должен… Не должно быть такого, что там тот, там, слабак, этот красавчик. Все по-своему, все по-своему сильные, все по-своему красавчики. У каждого есть свои преимущества, свои плюсы. Нужно просто замешать, замиксовать в себе это все. приходят на ум слова главы и все данного это которые как говорят опять же многие пытается реанимировать карьеру конора макгрегора ну то что он не гоняет вес то что он легкая удобная для себя весовой категории будет драться то есть и соперника говорят ему очень удобно тепличные условия практически создали на самом деле это так ну вообще все время говорят там данного это что это макгрегор это курица которая несет золотые поэтому упускать эту звезду конечно любой любой промоушен любая организация держит того человека на которого соберется весь народ который будет смотреть мы понимаем что конор макгрегор это звезда мирового масштаба он уже он уже человек легенды можно сказать именно в мма и вообще как 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 бизнесмен до который из тоже из подвала можно сказать из такого зала до вырвался работы там вообще на простой работе жить как он говорил на пособие и любое мероприятие любое мероприятие с ним я думаю это это определенный взрыв будь то именно смешанное единоборство да там в мма и все он выступает либо еще какое-то шоу в любом случае он будет вызывать интерес у людей у всего мира потому что людям нравится людям нравится он люди смотрят возможно многие даже узнали о юси именно из-за него потому что имя макгрегор упоминается там даже взять в казахстане в какой-то там самая отдаленная деревня в каком-то ауле да все равно говорят там макгрегор и дети мальчики породируют его походка многие сейчас поэтому мы понимаем что я насчет того что макгрегора сделали какие-то но я бы не сказал что сироны прям такой подарок нет действительный подарок он может преподнести сюрпризы причем такие довольно таки ну неприятные поэтому этот бой вообще о нем заговорили давно когда еще ковбой выиграл выиграл бой я не помню кого он выиграл но уже начали говорить об этом поединке и тогда конор макгрегор да я дам тебе шанс то есть 2015 году вроде бы начали уже об этом я просто макгрегор он же говорит я даю вам шанс заработать но понятно что любой бой любой поединок с ним это прежде всего деньги каждый может заработать каждый взять там любом дивизионе каждый хочет с ним выступить мы же видим что в соцсетях там много различных высказываний таких известных сильных спортсменов чемпион тот же там камара усман да все все они хотят драться с макгрегором поэтому конечно огромный интерес к этой персоне я думаю что соглашусь со словами президента юсидана уайта который назвал большим неуважением по отношению дону сироне называть его соперником недостойным уровне макгрегора как можно называть соперником такими словами человека которому принадлежат чуть ли не все основные рекорды он легенды юси он 33 боя виси провел он проводил бои на коротком уведомлении причем бился с очень крутыми соперниками он один бой выиграл через две недели он с бенсоном хендерсоном вышел на коротком уведомлении бывшим чемпионами юси который свой поезд два или три раза защитил и выиграл его тоже по очкам у него больше самого большого количества бонусов за зрелищные по и за нокауты у него больше всех побед в юси человек легенда который до сих пор доказывает что он буквально совсем недавно и элла я квинту просто разорвал бою бывшего претендента на пояс то есть в любом случае это очень крутой достойный соперник для макгрегора просто почему так говорят некоторые эксперты потому что вот как до этого мы говорили сироне он не примечательным именно за счет своих переводов партер и контроля он борется грэплинге вас он снизу хорошо борется и очень сильная стойка у него и видимо из-за этого никто им кажется что раз он не сможет макгрегора с легкостью на канвас перевести то он выглядит как бы легким соперником него но он очень жестко бьет сироне бьет из рук и с ног на удар у него нокаутирующие причем с обеих рук и с обеих ног и можете в партере задушить он очень крутой боец на самом деле и конечно это в любом случае для спорта для нашего для мама большая польза то что макгрегор вернулся и то что он проведет бой с таким крепким я считаю соперником каким является дональд сироне то что они вес не гоняют ну макгрегор объяснил они он предложил это сироне они согласились сироне с облегчением тоже воспринял ему все-таки тяжело втискиваться тяжелее чем могли в 70 килограмм ну и макгрегор объяснил это тем что он уже немножко заглядывать за спину сироне то что он не верит то что состоится бой хобби фергюсон и готов выйти на замену любому из них это конечно немножко опрометчиво стороны но в то же время говорит о том что он очень сильно верит себя и очень хорошо подготовлен на самом деле и у того и другого такие очень драматичные есть истории страницы в жизни если мы возьмем историю ковбоя у него тоже есть свои интересные моменты оказывается вы наверняка знаете друзья что 2011 году 5 февраля дебютировал ковбой на и и все и в этот же день спустя два часа умер его дедушка который свое время и воспитал его и поднял на ноги отдал его большой спорт в принципе и обещал оказывается до последнего что он болел раком что не уйдет с этого мира пока его внук не выступит в этой организации он свое слово сдержал и сегодня зато осталось болеть за ковбоя его бабушка поэтому я думаю это тоже будет по-своему интересным таким противостоянием две большие легенды две большие истории которые между собой разыграют звание сильнейшего на всех на глазах на всех телезрителей наших глазах ну посмотрим уже совсем скоро этот поединок будет представлен поэтому все ждем уважаемые телезрители спасибо вам за то что приехали дамир вам отдельный респект хотели пожелать чтобы в этом году вы продолжили свою спортивную карьеру на еще более высоком уровне но и самое главное конечно пожелать здоровья чтобы все было хорошо айдар мы с в эфире телеканала к спорт альдар махмеда будет комментировать поединок поэтому конечно же его голос вы все знаете еще не раз услышите ну и василию хотелось бы пожелать чтобы ваши ребята завоевывали все больше и больше наград а вам терпение тренерского такого здоровья и чтобы наш казахстанский спорт чтобы мировой и все чтобы все это шагала в одну ногу и все мы вместе только будем этому рады до скорой встречи уважаемые друзья спасибо вам за внимание смотрите телеканал к спорт и болейте за красивый спорт и